Презвали город Кушка, южная точка Советского Союза Обустраивали территорию, ставили палатки, крепили как можно крепче Там ветра, вот это афганец дует Шиндант, это как бы она даже у них долина смерти называется Потому что там в марте уже верблюжий колючек вся высыхает И очень сильные ветра по осени Поэтому как палатки по периметру бетонировали, кирпичи ложили Ну и так вот обустраивались, жизнь такая Ангары сносило, не только палатки Ангары сносило А у нас батальон, как бы вот это разведбата, у нас модуля не было Мы только в палатках Ну оно так и положено, потому что сегодня здесь, завтра там вот так Товарищ у меня, он служил в Апельсиновой роще, часть находилась Там Адраскан, вот 11 километров от нас там, в Тутовнике они жили А мы вот жили, мне запомнилось, что просто степь, степь Ну не степь, а вот она, плата, где вот этот ветер начинает, афганец с гор спускается, набирает силу И вот он с мая по сентябрь дует каждый день Без 5-12, 5 минут первого он никогда, плюс 5 минут И до самого вечера просто вообще не прекращается Вот поэтому они даже афганцы назвали долиной смерти Ну первое время, как бы, местность изучали Ну они тоже, как бы, такой народ Сегодня днем, друг, ночью Уже, как бы, не совсем и друг Днем с мотыгой, вечером с автоматом, они все такие Война-то, во-первых, они там воюют всю жизнь Она у них никогда не прекращалась Сколько они существуют, столько воюют Ну общались, как бы, можно сказать Помогали, чем могли И когда входили еды, и потом тоже Продуктами Дизину, там, топливом Просили, обращались Как бы, всегда шли навстречу Они там тоже, там, тоже у них деньги, как бы, много это действует О них, как восток делал тонко Ну как там, может быть, сговор у них местный Тоже подставить наши войска под удар Скажут, что продвигаются, ну, выходят, а нет А ребята-то уже вышли А там, оказывается, нет никого Просто засада Обстрелы, все Засада Как обычно, передние, задние Подрывают И все, и тут уже никуда Ну, в Герасию Едет колонна, да И происходит обстрел Сначала даже не понимаешь, откуда Потом, ну, выявляется, откуда И ответные, как бы, действия Если дальше ехать, то, значит, дальше Если нет, то тогда десантирование И преследование, как бы, душманов И все Не за полные два года, там, 32 убитыми, ранены Это, как бы, серьезные потери С 350 человек Время взвода, как бы, тоже сопровождение Идут, как бы, ну, полностью идет Туда и повара идут И, ну, все У нас и повар погиб, как бы, но Все принимают участие Ну, страх, он присущен любому человеку Он, как страх Это инстинкт самосохранения, во-первых Если не будет страха, ну, как В принципе, человек уже, как бы, практически Почти что-то обречен Один дембель решил Побыстрее поехать домой И вот в этом герате, как раз, и снайпер снял И, ну, в основном Дембелизовались через, ну, или с вертолетчиками Или самолетами А он решил колонны И как раз колонна вот эта попала Под обстрелы, и все И, как бы, и больше Уже такого никто не повторял Никто не стал торопиться Да, мы лучше попозже, но уже с живым Объявили вечером Что вот такие, такие, такие Список прочитали Вы дембелизуетесь Пучу военный билет На руки На 76-м И в Ташкент И домой на поезде уже Поехал Слез дома Ну, чувство, конечно, радость какая Дом, ну, и за два года отвыкли там Или в палатке жить Или даже вот хоть и Тут все, как бы, вроде то же самое родное Но уже другое Когда за стол сел Руки Руки, я не знаю Ну, вот такие, наверное, как эта стена Ну, там загораешь Хочешь, не хочешь, ты загораешь Вроде сел, смотрю У них все белые, как за стол Как черный Душман уже черный такой Ко всему человек привыкает И к тяготам Ну, а к радости-то Оно, как бы Любой-любой привыкнет и быстро Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!